12 раз боевики сегодня обстреливали украинские позиции. Ранены два наших бойца. Сейчас они находятся в военном мобильном госпитале, в удовлетворительном состоянии. Наши войска вели активную оборону, применяя в ответ штатное пехотное вооружение, гранатометы, стрелковое оружие. А также около 40 раз открывали ответный огонь. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Вот опять выход. Два выхода и там два прилета ДБВ. Как только начинает смеркаться, на позициях усиленный режим. Первой скрепкой начинается стрелковое оружие. Кулемет, автомат. И в подтверждение слов Сергея Баглайки, из укрепления на Ясиноватском мосту открывают огонь. Калибр 7,62. Просто або отсекает снайпер, а отсекает кулеметник, або просто проводит снайпер. В данном случае такой хлопок. Можешь вказать на то, что используется бронебийный боеприпас при потраплении в перешкоду. Одиночными, наверное, с ДШК. Калибр 12,7. Наверное, так же стрелять разрывными. Позиции противника под пристальным вниманием наших бойцов. Вопреки тому, что пули зачастую залетают через щель или пробитые ранее отверстия. Из противотанкового оружия боевики разбивают стены, за которыми укрываются наши военные. Одновременно под шум пулеметов и ружей на десантников охотятся снайперы. Хаотичная стрельба. Просто та, чтобы постреляли. Для того, чтобы выманить на контакт. И чтобы отработал снайпер. Попытка выманить бойцов провалилась. И боевики запускают над нашими позициями беспилотники. Сразу несколько из них зависают в небе. Мы его видим после того, как он отрабатывает, ну, как отработал поиск целей. Определенно увидел, где наши позиции. После этого идет артобстрел наших позиций со стороны Ясиноватой, из секторов, где проживает гражданское население. Ближе к полуночи стрельбу боевиков сменяет музыка. Ребята, короче, отпраздновали по ходу и решили пострелять. Музычку включили. Но им не удается заглушить гул своей же тяжелой техники. Под мостом стоял танк у них. Там была специальная танкопозиция. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.